В то время, когда правители молча сидят, скрестив руки, показывая свою беспомощность и унижение, приходит тот, кто говорит истину, подобно этому мальчику. Палестина – это место пророков. Пророк Аллаха Ибрагим переселился на земли Палестины. Пророк Аллаха Лут был спасен от наказания после того, как он оставил свой народ и отправился на земли Палестины. Пророк Аллаха Закария построил свой михраб в Палестине. Пророк Аллаха Давуд построил свой михраб и жил в Палестине. А что касается его сына, пророка Сулеймана, то он правил всем миром, находясь на землях Палестины. Долина Муравьев, в которой Муравьиха разговаривала с пророком Сулейманом, находилась в Палестине. Пророк Аллаха Муса попросил свой народ, чтобы они вступили на священную землю, и это была священная земля Палестины. И пророк Аллаха Иса родился на землях Палестины. Госпожа Марьям, будучи беременной, потрясла пальму, и на ней упали финики. Все это происходило на землях Палестины. Палестина – это место воскрешения, и место, откуда будут воскрешены люди. Земли Палестины несут в себе большую значимость. Конец и джуджа и маджуджа будет на землях Палестины. Также и конец даджаля будет на землях Палестины. Эта земля очень ценная. Одна молитва, совершенная в мечети Алякса, приравнивается к 500 молитвам, и она расположена на землях Палестины. Мечеть Алякса – это одна из мечетей, ради которой отправляются в путь. Отправляться в путь можно только к трем мечетям. Заповедной мечети в Мекке. К моей мечети. И к мечети Алякса. Говоря о моей мечети, он имел в виду мечеть Медини, а мечеть Алякса расположена в Палестине. Пророк совершал молитву со всеми пророками на землях Палестины. Пророк был вознесен на небеса, земли Палестины. О, люди, я скажу вам одну вещь. Обучайте своих детей тому, что речь о Палестине – это речь об истории арабов. Обучайте своих детей тому, что речь о Палестине – это речь о величии. Обучайте своих детей тому, что речь о Палестине – это речь о нравах и убеждениях. Обучайте своих детей тому, что речь о Палестине – это речь о религии и шариате. Обучайте своих детей тому, что речь о Палестине – это речь для порбуждения, а не для утешения. Обучайте своих детей тому, что, находясь в Египте, в стране со своей вековой историей, цивилизации, мы смотрим на проблемы Палестины, как на одну из ключевых проблем, и мы поможем ей. Мы также смотрим на Иерусалим, как на столицу Палестины, которая всегда была ее столицей. Обучайте своих детей тому, что когда мы вспоминаем Палестину, мы вспоминаем место обетования пророков, место, откуда выходили ученые, и место, где сидели избранные, богобоязненные и чистые из людей. Поистине, земля Палестины имеет большую степень. Обучайте своих детей тому, что когда мы вспоминаем Палестину, мы вспоминаем мечеть Аль-Акса. А когда мы вспоминаем мечеть Аль-Аксу, мы вспоминаем одну из кибл-мусульман, вторую из двух мечетей и третью из запретных мечетей. Земля Палестина имеет большую степень. Обучайте своих детей тому, что в Палестине произошли первые события, и в ней же произойдут последние события, а также те события, которые произойдут между началом и концом. Обучайте своих детей тому, что земля Палестины – это земля настоящих мужчин. Почему? Потому что они противостоят заблуждению и лжи, защищая свою религию, землю и истину. Обучайте их, что это и есть Палестина. Мое послание каждому палестинцу. О, палестинец, гордящийся своей историей, своим происхождением и своей родословной. Когда к тебе придут и спросят, откуда ты? Ты ответь гордо и уверенно, я из города мужчин, я из Палестины. Я оттуда, где провозглашается азан, я оттуда, где распространилась вера. Воистину, я был рожден от матери, которая кормила меня молоком свободы. И говоря об этом со всей гордостью, воистину, Палестина принадлежит арабам досудного дня. Я прошу Аллаха посредством него прекрасных имен и совершенных качеств, чтобы он помог нашим угнетенным братьям Палестины. О, Аллах, помоги нашим угнетенным братьям Палестины. О, Аллах, помоги нашим угнетенным братьям в Кудсе. О, Аллах, мы просим Тебя величия для жителей Газы. О, Аллах, мы просим Тебя величия для жителей Газы. О, Аллах, мы просим Тебя величия для жителей Газы. О Аллах, мы просим у Тебя возможности помолиться в мечети Алякса. О Аллах, мы просим у Тебя возможности помолиться в мечети Алякса. О Аллах, покажи нам в этих собаках черный день. О Аллах, покажи нам в этих свиньях черный день. О Аллах, покажи нам в этих убийцах невинных людей черный день. О Аллах, покажи нам в этих детоубийцах черный день. О Аллах, не возвышай их знамя над газой и не осуществи их цель в этом мире. О Аллах, надели нас терпением и укрепи наши стопы. и помоги нам над неверными. О Аллах, надели нас терпением и укрепи наши стопы и помоги нам над неверными. И мы говорим лишь то, чем доволен наш Господь. Нам достаточно Аллаха и Он лучший покровитель. Нам достаточно Аллаха и Он лучший покровитель. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он всегда оказывал помощь муджахидам и завершай свою речь благословением на пророка. Салляллаху алейхи вассалям. Салляллаху алейхи вассалям. Салляллаху алейхи вассалям. Салляллаху алейхи вассалям.